Хорошо, возьмите салфетки и слушайте! Десять историй, которые растопят вам сердце. У нас у всех бывают моменты радости и печали, но именно радость заряжает энергией весь мир. Наслаждайтесь этими десятью трогательными историями, которые доказывают, что на этой планете жить просто здорово, несмотря ни на что. Ночью в нашем доме начался пожар. К счастью, вся семья смогла выбраться, включая Рекса, нашего пса. А потом я вдруг понял, что кого-то не хватает. Наша черепаха осталась внутри. А затем я взглянул на Рекса и рассмеялся. Он держал черепашку в зубах. Вот так один верный друг спас другого. ЗАЙКА МОЯ Стоит ли говорить, что меня захлестнуло бешенство, и я вышиб дверь ногой, чтобы поймать подлеца с поличным? Оказалось, что это моя любимая принимала душ и напивала, пока никто не слышит. Так что у нас в доме есть собственный Филипп Киркоров. Я пошла в магазин за продуктами и оказалась в довольно длинной очереди. Передо мной девятилетняя девочка упрашивала свою маму купить ей шоколадку. Я помню, еще тогда подумала, что для нынешних детей ответа нет, не существует. Ее мама все-таки сдалась и купила ей какой-то батончик. Однако девочка не стала его открывать, а прошла в конец очереди и отдала плачущему мальчику. Ее мама удивилась и спросила, зачем она это сделала. А девочка объяснила, что подслушала, что мама мальчика потеряла работу, и у нее хватает денег только на самый минимум. Наверное, некоторые люди рождаются с большим сердцем. Когда я была маленькая, рядом с нами жил сосед лет 50. Он выглядел довольно странно, постоянно ходил в костюмах и очках, и у него не было ни жены, ни детей. Мы звали его Фантомасом, часто звонили ему в дверь и убегали. А затем я узнала, что он раньше работал в разведке. Всю свою жизнь он посвятил работе и не успел создать семью. Мне стало его так жалко, что я решила подарить ему самое ценное, что у меня тогда было – свою кошку. Когда я отдавала ее ему, я сказала, пожалуйста, возьмите, она будет вам другом. Как-то я пошла в магазин с дочкой, ей было три года. В тот день она была красиво наряжена – платье, блестящие туфельки, пант в волосах. И вдруг я слышу, как маленький мальчик кричит у нас за спиной в очереди. Хочу такую девочку, она очень красивая, давай возьмем ее домой. Мы с его мамой засмеялись. А между тем наши дети стали дружить. И вот 20 лет спустя они собираются пожениться. Вчера жена пришла домой с работы злая и уставшая. Все вокруг ее раздражало. Посуда в раковине немытая, мой носок на подоконнике. Казалось, что большой ссоры не избежать, но долгие годы совместной жизни научили меня некоторым хитростям. Я укутал ее в плед, дал чашку горячего чая, а сам пошел мыть посуду. Главное – мыть ее быстро и молча. Берите на заметку, молодежь, мойте оперативно и в полной тишине. Десять минут спустя моя половинка оттаяла. Она даже извинилась за свое плохое настроение. Вот вам секрет счастливой семейной жизни. Не так и сложно, верно? Последние дни выдались сумасшедшими, а вчера особенно. У жены было полно дел и у меня. Нам ничего не оставалось, как только попросить моего брата посидеть с нашей пятимесячной дочкой. Мы подготовили его на все случаи жизни. И когда час спустя вернулись домой, то увидели самую милую картину на свете. Мой стакилограммовый брат сидел в пледе тигриной раскраски, повязанном через плечо, и кормил нашу дочку. Он держал в руке бутылочку, но выглядело это так, словно он пытался кормить ее грудью. Он сказал, что всегда хотел понять, каково быть Мадонной. Теперь у нас появился повод подшучивать над ним в следующие 20 лет. Когда мне было 5 лет, бабушка повела меня в театр на детский спектакль. Перед представлением мы купили цветов, чтобы подарить одному из актеров. Когда выступление закончилось, все персонажи выстроились на сцене, и дети понесли им цветы. Всем достался букет, всем, кроме коровы. Мужчина, который ее играл, стоял в сторонке и выглядел печальным. Я никогда не забуду те большие, грустные коровьи глаза. Так что я подошел к нему и вручил букет. Он так обрадовался, что поднял меня над собой и замахал букетом, чтобы все могли его разглядеть. Моя актерская игра понравилась, показывал он всем своим видом. Это был первый раз в моей жизни, когда я почувствовал, что сделал что-то хорошее и очень важное. Мы с мужем пошли за покупками вместе. Но в магазине мы обычно расходимся в разные стороны, чтобы побыстрее все купить. Я уже нашла все по своему списку, когда увидела мужа. Он шел к кассе с тележкой, заполненной вещами, которые были ему явно не нужны. А за ним шел старик, очень бедно одетый, и было видно, что он смущен. Мой муж расплатился, отвел своего нового друга к такси и вернулся ко мне, как ни в чем не бывало. Он не заметил, что я за ним наблюдала. Когда я его спросила, почему он так задержался, он ответил, что не мог найти нужный инструмент. Обожаю своего скромного добряка. Мама не стала два с половиной года назад. Сегодня сестра прислала мне фотографию и написала, помнишь это? Это была пара варежек, которые мама начала вязать мне на зиму. Она успела закончить только один палец. Сестра нашла такую же шерсть и довязала варежки. Она написала, это тебе подарок от мамы. Мои коллеги так и не узнали, почему я так громко рыдала в тот день на работе. А у вас есть свои трогательные истории, которыми бы вы хотели поделиться? Напишите их в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Присоединяйтесь к Admi! Субтитры сделал DimaTorzok